приветствую сегодняшнего дня консульские услуги все что мне хочется сказать по этому поводу я не могу вам сказать потому что мне запрещает это сделать правило адвокатской этики да и мама говорила что такие слова произносить нехорошо поэтому это видео для меня будет очень тяжелым поскольку мне нужно будет прикладывать дополнительные усилия чтобы подобрать слова для описания сложившейся ситуации а она у нас прям очень интересная прям в духе времени и в духе до держания конституции украины конституционных обов'язки в державы и прочего вчера вечером появилась в сми письмо якобы подписанная заместителем министра и в этом письме было написано что с 23 апреля приостанавливаются предоставление консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет и когда я это опубликовал хотя у меня честно говоря тоже были сомнения что это настоящее письмо ну и многие из вас писали олег посмотри да это же фейк это все фейк когда я опубликовал в телеграм-канале рассылку которую прислали подписчики которым эта рассылка пришла от консульств мне сказали тоже это фейк но вот сегодня произошло интересное сегодня эта же информация появилась на сайтах консульств вот давайте посмотрим и вот консульство украины в хьюстоне 3 46 сегодня ночью появляется вот такая запись здесь в разделе новости что здесь написано а здесь написано что с урахуванием пункти в 6 116 частыны першу и статьи висим закону украины про правовый режим военного стана в связи с сбройной агрессией рф в отношении украины с целью в регулировать вопрос воинского учета с тцк и сп починаючи починаючи с 23 квитня 24 року тымчасово призупыняется в чины дня консульских дий за заявами грамадян человеческой стати в векам до від 18 до 60-ти роков до отримания додатковых розяснений прекрасно же прекрасно же все сформулировано прям все в четком соответствии с законом а стоп кстати а с каким законом а ну они же там ссылки сделали на закон украины о правовом режиме военного положения а давайте вернемся и посмотрим а что там в этом законе написано соответствует ли это письмо данному закону еще раз обращу ваше внимание здесь написано с урахуванием пункти в 6 116 частыны першой статьи висим и идем теперь с вами смотреть закон и вот он закон о правовом режиме военного положения открываем восьмую статью да я специально это так делаю чтобы вы увидели что я же ничего не придумываю вот закон вы все чётенько видите а вот 6 пункт здесь написано встановлю ваты у порядку вызначенному кабинетом министре в украины особливый режим въезду и выезду обмежувати свободу пересувания грамадян и наземців та осіб безграмадянства а також рух транспортных засобів кстати вы что то увидели здесь проконсульские услуги я просто не могу понять честно ну вот у меня очки в зрение плохое я не могу понять а где же здесь проконсульские услуги причем здесь порядок въезда выезда свобода пересувания консульским услугам я не понял друзья кто понял поясните в комментариях пожалуйста ну вот старый наверно стал я уже не соображаю ничего вообще а давайте 16 пункт посмотрим 16 пункт вот он вот он 16 пункт забороняйте грамадянам які перебувають на військовому або спеціальному обліку змінювати місце проживання місце перебування без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу СБУ зовнішньої розвідки обмежувати проходження альтернативної навійськової служби а где здесь проконсульские услуги скажите мне ну кто то из вас понял причем здесь пункты 6 и 16 части 1 статьи 8 закона о правовом режиме военного положения к тому что были огранить принято решение об ограничении консульских услуг а приостановки вообще приостановки до особого распоряжения и приостановили их чем неким письмом мини замминистра мы с вами сидели и думали в свое время что а а как так законом хотят запретить и все такое но оказалось что не нужно нам ждать закон что если нам нужно мы просто пишем який слыст и запрещаем это я конечно честно я сижу и вот как наивный дурачок до сих пор надеюсь что появится какое-то опровержение почему потому что вот это письмо но ну вообще а она не вяжется она не вяжется ни что и ни с чем начиная от того что государство обязанной взяло на себя обязанность защищать своих граждан которые находятся за границей и ограничение своих же в предоставлении им услуг но никак не вяжется с идеей защиты граждан и я напомню по третьей статье конституции украины права и свободы гражданина означают являются целью государства смыслом существования государства не обязанности обращаю внимание права и свободы определяют целеполагание целью государства являются я кстати не говорю что обязанности человек не должен выполнять должен безусловно без прав не бывает обязанности но вопрос в том что должны быть обеспечены права человека а не просто взять их и запретить даже не дожидаясь вступления в силу закона но я могу это объяснить я могу объяснить что здесь кто-то решил такой умный на упреждение сыграть но кого вы хотите перехитрить вы реально людей хотите перехитрить но вы же хотели людям запретить что сделать заблокировать счета помните в конце декабря появился этот законопроект блокируем счета арестовываем имущество что сделали люди тогда нацбанк отчитался сколько там 27 миллиардов сняли со счетов в итоге были очереди в банке чтобы снять деньги со счетов были очереди в обменке чтобы выкупить весь доллар были очереди в крипто обменники которые кричали ой а у нас юсдт уже нет потому что люди приходят и покупают крипту нотариус и у нотариусов записи в январе просто сумасшедшая была потому что все пошли вдруг захотели подарить подарить свою недвижимость детям женам родителям братьям сестрам вот все такие добрые вдруг стали автомобили но мвс уже говорил что у нас бум по перерегистрации автомобилей по тем же самым причинам в дп документ очереди зимы колоссальные очереди мы все видели с вами эти видео где там просто к этим бусиком ну к тем бусиком дп документа они к тем бусиком которые по территории украины ездят выстраивались очереди люди поделали уже загранпаспорта и вот теперь кто-то решил сыграть на упреждение замминистра у меня вообще знаете когда происходит такое у меня есть один вопрос люди которые принимают такие решения и сейчас не конкретно вопрос конкретному человеку а к многим людям которые причастны вот к подобным решениям они точно в интересах украины работает вот такие решения они принимают точно в интересах украины они на украинское государство работают они на украинский народ работают эти люди они вообще думают что они делают они думают как это отобразится на той же мобилизации они думают о том как люди после этого воспринимать мобилизацию а а а как они вообще представляют они думают что сейчас вот это они ввели эти ограничения и люди что все собрались и поехали в украину сразу да не будет этого давайте начнем с того а кто находится за границей ну давайте в большинстве своем кто находится за границей ответ мы можем найти в правилах пересечения государственной границы там написано какие мужчины могут выехать из украины во время военного положения иммобилизации и там написано что это инвалиды это люди которые сопровождают людей с инвалидностью это люди которые ухаживают за людьми которые нуждаются в этом уходе то есть это те люди которые в большинстве своем имеют отсрочку даже по новому закону чего вы их дергаете какой смысл их дергать они что теперь вдруг из-за того что вы не дадите консульскую услугу возьмут и приедут в украину да не будет это люди наоборот будут искать какие-то другие страны где можно пристроиться не смогут они сделать это в германии не смогут сделать польше вы подумайте куда они поедут они поедут в те страны которые русскоязычные и будут там искать способ как-то устроиться с помощью там коррупции не коррупции чего угодно но на что вы людей толкаете надо мне кажется задуматься задуматься над тем на кого работают эти люди надо этим людям задуматься над простой фразой невозможно заставить любить чтобы это не делал какие бы ты какую бы ты силу не прикладывал как бы ты человека не заставлял он не начнет любить и в этом случае мы говорим о любви государству о любви к украине которая безусловно у нас и так есть но иногда мне кажется что ее специально хотят из нас выковырять а потом рассказать что это мы во всем виноваты да не мы виноваты а вот те люди которые принимают подобные решения кстати не известно я не хочу сказать что виноват этот министр да может он и не принимал это решение ему просто пришел приказ что надо подписывать да остается вопрос а кто принял это решение и кто за это ответственный жесть просто жесть просто жесть и все это печально это печально потому что помимо того что мы и так живем в страшное с вами время до когда в украине идет война но еще и вот какие-то такие события происходят которые только лишь ухудшают нашу жизнь и не ведут ни к какому позитивному результату даже если государство рассматривает как позитивный результат там увеличение количества людей которые призваны на воинскую службу во время мобилизации но не такими же действиями ну не такими но друзья ну почитайте книги о мотивации ну там давно все написано давным-давно все написано как нужно мотивировать людей к этому уже давно все изучено ну привлеките вы ученых и получите тот результат который будет в интересах действительно всего украинского народа все друзья на этом у меня все такое видео получилось да эмоциональное просто высказался потому что ну но новость конечно просто жесть вот просто жести все друзья мира вам удачи благополучия и мира 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 еще раз мира пока пока